Я написал свой первый альбом в Сибири, в моем родном городе Красноярске. Этот альбом, он посвящен природе. Но когда я приехал в Москву, я ощутился в огромном сером городе. И поначалу мне было очень плохо, потому что здесь ужасные условия. Потому что у меня нет родственников в Москве, и мне достаточно тяжело здесь. Но, как ни странно, я смог... То есть второй альбом «Странник» я писал уже в Москве, и, как ни странно, я смог его закончить. И, в принципе, я понял, что вдохновение, оно не обязательно должно быть от природы. В принципе, оно как бы внутри. Моя бабушка работает в садике, в детском садике сторожем. И когда она болеет или задерживается на даче, я всегда прихожу за место нее работать, то есть она меня просит подменить. В садике есть пианино. Но там нет ни интернета, ничего, поэтому там есть только пианино, и мне ничего не осталось делать, как просто играть на нем и вспоминать, чем у меня учили в музыкальной школе. А я просто сам себе сочинял мелодии. Сначала простые, потом посложнее. Потом некоторые я записал на диктофон, выложил в интернет, и моим друзьям очень понравилось. И дальше все пошло вот... все серьезней, серьезней. Для меня было большим открытием, когда я услышал работу Людойкой на отделе Яна Тирсона. И потом я сам стал сочинять музыку в таком стиле. Вообще концерты для меня это самое счастливое время, потому что это незабываемые эмоции, это большой заряд вообще энергии, вдохновения. Перед концертом обычно я, конечно же, волнуюсь. На последнем концерте в Красноярске у меня было так, что мне было очень физически плохо. Я думал, что я не выдержу концерт, но когда я вышел немножко за кулисами, послушал зал, что полный зал людей, меня это очень вдохновило, я забыл о том, что мне было плохо, и, в общем, отыграл концерт хорошо. Спасибо.